Современные смартфоны выполняют множество функций, заменяя некоторую другую технику. Но вот при активном использовании смартфона его аккумулятора хватает ненадолго. У многих людей работа связана с активным использованием гаджетов. Поэтому не так давно был придуман портативный аккумулятор. Это устройство необходимо даже тем, кто мало использует свой смартфон. Аккумулятор понадобится при поездке на природу или при долгом перелете на самолеты. Можно ли брать в самолет Powerbank Portable Powerbank? Таким вопросом задается практически каждый пользователь гаджетов, кому предстоит долгий перелет. Портативное зарядное устройство работает по такому принципу, что он заряжается отдельно от телефона и хранит в себе некоторое количество зарядки. Затем через него заряжается гаджет. Портативное зарядное устройство рассчитано на определенный максимальный объем заряда. У некоторых Powerbank его хватает всего на пару полных зарядок смартфона, а у некоторых и на 8. Важно, существует риск взрыва зарядных устройств. В статье приведены основные требования, но только их знаний недостаточно, так как каждая страна выдвигает свои требования. Можно ли провозить Powerbank в самолеты? Здесь есть несколько правил, на нем должна быть нестертая маркировка, где указана его мощность. Максимальная мощность аккумулятора, допускаемая для провоза в самолеты, 20 000 мАч. Если маркировка стерта, то доказать мощность Powerbank практически невозможно. Второе важное правило – Powerbank должен быть заряжен. Его могут взять для проверки, и если он при этом разряжен и не будет включаться, его могут изъять. Так что если решено ввести это устройство, оно должно быть заряжено. Некоторые авиакомпании ставят ограничения на зарядку. Например, устройство должно быть заряжено не более чем на 30%. Этого хватит, чтобы включить и показать состояние Powerbank на входе. Третье правило – не брать подделки известных марок. Некоторые в целях экономии покупают именно их. И дело не в том, что его будет не отличить от настоящего, а в том, что риск взрыва будет очень внушительный. Уже существуют случаи взрывов на борту самолета. Так что стоит позаботиться о своей безопасности. Если же был куплен оригинальный, то риск минимален. Тщательная проверка проводится в аэропортах Москвы. Можно ли брать еду в самолет сдавать в багаж устройство запрещено. В Китае в будущем планируют разрешить провозить такой провоз, но пока неизвестно, как скоро. Либо попросят убрать из багажа, либо уберут самостоятельно, приложив декларацию, либо снимут с рейса. Самое лучшее, когда просят убрать. Во-первых, не совсем приятно, когда чужие люди будут лезть в чемодан. Во-вторых, можно забрать Powerbank с собой. Если его убрали сотрудники аэропорта, то с портативной зарядкой можно попрощаться. Да и в процессе его поиска в чемодане образуется беспорядок. В самом худшем случае, из-за зарядки снимут с рейса. Так происходит, когда зарядное поздно обнаруживают и связаться с хозяевами чемодана уже невозможно. Если же чемодан имеет замок или другие препятствия для его открытия, то хозяев попросту снимают с рейса. Поэтому лучше провести его с собой. Можно ли проносить в самолет Powerbank, а если можно, то есть ли риск? Риск на провоз существует всегда. Во-первых, все зависит от конкретного аккумулятора, от материалов его изготовления и мощности. Во-вторых, от его использования. Лучше, конечно, почитать книгу или поспать, а портативное оставить для использования уже на месте прибытия. Но, в целом, переживать о чем-либо не стоит, так как современные фирменные зарядки делают качественно. Производители рассчитывают на то, что покупатели будут использовать их в самолетах. Можно ли брать еду в самолет вручную кладь? Многое зависит от материалов изготовления. Максимально осторожно нужно подходить к перевозкам, если планируется лететь иностранной авиацией, например, при полетах по Европе или странам Азии. На официальных сайтах компаниях бывают даже списки с информацией, какие конкретно Powerbank можно провозить. Обратите внимание, ноутбуки и планшеты также должны быть заряжены, их проверка тоже может произойти. Пронести разряженное устройство практически невозможно, его могут счесть за взрывчатку под видом ноутбука, например. В багажном отсеке провоз запрещен, так как существует возможность самовозгорания, такого риска при перевозе на поездке или в автобусе нет. А как же тогда перевозят партии коммерческих товаров с грузами? Во время перевозки для продажи в другой стране производитель помещает батареи в специальные контейнеры, где не существует риска возгорания и взрывов. Провоз в самолеты можно выделить следующие моменты, касаемые перевозки аккумуляторов, аккумулятор должен быть заряжен, но в процентах от 10 до 30. Минимально, чтобы он прошел проверку в случае необходимости, но не более 30%, чтобы пустили на борт. Если планируется покупать пауэрбанк перед поездкой на самолеты, то можно купить с мощностью около 20 000 мАч. Тогда 30% из этих 20 000 мАч хватит 2-3 зарядки точно. Максимальная емкость пауэрбанк – 20 000 мАч. С большей мощностью пронос на борт не допускается. Самая оптимальная емкость – 10 000 мАч. На аккумуляторе обязательно должна быть маркировка или наклейка. Кстати, маркировка сохраняется и держится несколько дольше, чем наклейка, которая вполне легко отрывается и стирается. Заменить ее другой не представляется возможным. Провоз допускается только в ручной кладе. Хотя некоторые иностранные авиалинии пишут о допустимости провоза в багаже, но лучше этого не делать. В этом случае есть риск того, что из-за зарядного устройства могут снять с рейса. Конечно, существуют и другие требования, которые предъявляют авиакомпании, например, Аэрофлот, Уральские авиалинии, или Победа. Но они касаются аккумуляторов для другой техники, в том числе, медицинских приборов. Можно ли пауэрбанк брать в багаж или ручную кладь уже знают те, кто летает часто. Но в связи с провозкой в багаже все равно практически на каждом рейсе возникают проблемы. Перевозка пауэрбанка в самолеты – дело несложное. Он занимает немного места в сумке и весит совсем немного, так что можно взять его и с собой. Продолжение следует... Продолжение следует...